Ростислав Мама, что это? Папа Дом 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 Папа Бабушки Допор ножки Мамкушка Кошка Да А, ты, Мариса, такой силы Ей Ага Ему Антон 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 Я у него спрашиваю, он мне рассказывает, что он рисует. Но рисовал все время. Все время. Если плачет, я ему эту досечку раз. И пошло дело. И он отвлекается, и все хорошо. А он молодец, и я. И все, рисование всегда. И очень музыкальный. Вот в плане компьютер, там много всяких мелодий, песенок. Сидит с удовольствием. С помощью игрушечного ноутбука Славик с удовольствием изучает английский. Повторяет все, что слышит. Мальчик вообще очень любит узнавать что-то новое. Помогает ему в этом врожденная музыкальность. Музыкальную школу мы хотим. У нас есть учительница, которая занимается с инвалидами. Это профессиональная музыкальность. Мы не знаем, что получится. Мы надеемся на хорошее. Очень общительный и активный мальчуган Славик всегда находит себе занятия. Посещает разные кружки и секции. Недавно даже поучаствовал в соревнованиях для особых детей. И занял призовое место. Понимаете, мы меткие. Это попадание в кольцо. Третье место. Кольцо с сеточкой, мечом. Значит, если там вот он логопед сказал, что из пяти детей он один попадает дуть ватку в ворота. Говорит, там все пытаются как-то, а он моментально ее туда. Говорит, он меткий. У деток с синдромом Дауна, к которому относится и наш юный герой, все происходит немного позже, чем у здоровых ребят. Вот и Ростислав в свои десять пока только учится читать, считать и писать. Между прочим, ходит в настоящую школу. Есть группа Даунят. И они потом растут и переходят из класса в класс. Как мы видели, очень редко можно увидеть наших соратников, но там их много. Там они старшие классы и все разные, конечно, дети. И мы очень счастливы вообще, что мы в школе учимся, потому что мы не надеялись. У нас многие друзья, инвалиды, они не могут пойти в школу при всем желании. И мы очень волновались. Как оказалось, напрасно. Сейчас учитель даже предложил оставлять Славика в продленке. А пока впереди каникулы. И значит, все свободное время можно будет посвятить еще одному любимому занятию – прогулкам на велосипеде. Мы любим очень бассейн. Очень за бассейн мы все сделаем, все, что угодно. И по дому, и по занятиям. Вот, значит, что у нас есть – бассейн, музыка, рисунок. Есть логопед у нас очень хороший, который и школьную подготовку ему дает, вот начальные сведения, и логопедию одновременно. Вот, школа. То есть мы загружены, и я устаю, и он нагружен хорошо. Ну, разве получается? То, что не получается, срочненько бросаем, потому что время нужно на другое. Пробуют все, чтобы не пропустить то самое, что по-настоящему и надолго останется в жизни мальчика. Кстати, в ближайшее время родители подумывают записать Ростислава в театральный кружок. Возможно, там и раскроются новые грани его таланта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова